Привет, я Энни Мэджик и у нас тут еще очень раннее утро и собаки еще спят Кто смотрел прошлый ролик, тот знает, что мы выполняем челлендж неделя палатки на море И сегодня я собираюсь провести день в открытом море на сапе на доске вместе со всеми собаками Такого в нашей жизни еще никогда не было Ставьте обязательно лайк на это видео, если хотите еще наших безумных приключений И обязательно пишите в комментариях свои идеи челленджей А еще подписывайтесь на мой телеграм-канал Потому что те, кто там, узнают все самыми первыми, даже когда выходит следующее видео, они уже знают об этом впервые всех Юми, Софи и Миша наконец-то проснулись, сходили в туалет, покушали Они еще пока что не знают, что их ждет сегодня Наша рубрика Чихуахуа может Кто смотрел все видео из этой рубрики? В общем, пошли мы арендовать сап Кстати, стоит он здесь 700 рублей Хотя во многих местах в Сочи 500 Песели пока что были на поводках, а потом я с них поводочки, конечно же, на нашей лодке сниму А у нас тут в кемпинге на море большую часть времени сильные волны И поэтому вода всегда мутная Блин И я решила на сапе поплыть в море далеко на глубину, где вода будет чистая и прозрачная А еще я поставила себе цель доплыть вон до того мыса Видите, сзади меня, чтобы посмотреть, что находится за ним Софи у нас единственная собака из всех троих, кто делает вот так Когда жарко, и она ходит по берегу вдоль моря Даже если волны и камни, она все равно подходит к воде и смотрите, что делает Она не просто ходит по ней, охлаждая лапки Она ложится в эти волны Это так смешно Я подумала, что это, наверное, связано с тем, что она с самого же детства жила на море в путешествиях наших по Азии Кто-нибудь, интересно, смотрит нас так долго, что помнит наш Таиланд Так вот, Эйвен, когда мы там жили, ее братик, он так не делал И сейчас ни Юми, ни Миша так не делают А она просто обожает ложиться вот так близко к воде и как бы охлаждать пузико в море Ее даже волны не особо смущают Просто когда пляж песочный, это намного удобнее было Она ложилась в песочек, ей мягко лежать пузиком в водичке, а тут же везде камни И, видимо, не очень удобно лежать долго, поэтому она постоянно ищет место поудобнее Ставьте лайкосик Собаки за наш опыт путешествий и катаний на сапах Хоть их было не так уж и много, даже по пальцам сосчитать Но все равно уже научились сами залазить на доску по команде Даже несмотря на то, что штормила и у берега были волны Кто такие собаки плавают, а? Геройски мы залезли на сап И я взяла с собой айфон, чтобы снимать В надежде, что я как настоящий рукожоп, у которого вечно случаются какие-то проблемы Его не утоплю в море Ведь непромокаемой сумки у меня нет И я не догадалась взять ее с собой Поэтому мы очень эстетично и стильно плавали с пакетом из пятерочки Спасибо этому чудесному пакетику за то, что спас мой айфон от смерти Вот, кстати, как с моря видно наш лагерь Вот так он выглядит издалека Ничего не видно, но красиво зато Вода была нереально чистая и голубая Просто кайф Мы начали купаться с собаками там на глубине Это было капец как круто Давай, давай, иди ко мне Иди ко мне, иди, иди, иди Давай Ишь, боясь собак Ай, плывем, ай, плывем Ай, молодец, ай, молодец Ай, боясь собака, молодец Молодец Ишь, ты на берега не доплывешь Пошли обратно Вот, молодец Молодец Да, молодец Встречайте, девчонки Встречайте собаку Тись, мой лев Тись, молодец Давай, Софиш А Софиш, хочешь, чтобы тебя похвалили? Иди, иди, плавать Давай Со мной, со мной, со мной, плывем Да Молодец Молодец Поворачивайся Давай, молодец Ох, как мы уплыли Ну-ка Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай, давай, давай Ах, в открытом море В открытом море просто На такой глубине Устала уже Устала еще чуть-чуть Софиш, нет, не к берегу сюда Сюда, сюда до берега Мы не доплывем Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай Ой, молодец Умница 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 Давай 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 Вот молодец Завадь, залазь Завадь Ааааа, класс, да? Прохладилась Прохладилась моя собака Прохладилась моя собака А зато не жарко, да? Да Не жарко же Да Класс, скажи Сейчас ветерок обдует холодную шурсть Не будет так жалко Юмичу, давай Мырёв А вот моя цель Доплыть до мыса Оказалась очень тяжелой Когда смотришь на него Кажется, что он находится Вроде как совсем близко Но на деле Он очень далеко И плыть надо Против волны И против ветра Это был ад Все, кто плыл с нами Все сдались Но я же мэджик Так что через несколько часов мучений Мы все равно доплыли до этого мыса Там есть лесенка Подняться На таинственное место А тут вот мель Тут, возможно, лодочка стояла Чья-то когда-то Очень много лет И на той стороне Оказался большой Старый Советский Какой-то такой Жуткий Санаторий И Наше решение Какое, как вы думаете Было, конечно же На следующий день Найти дорогу К нему по земле И съездить туда На машине Чтобы посмотреть Что там вообще Потому что доплыть Уже не было просто сил Нам ещё назад Вообще-то Надо возвращаться Может нам и ночь Переночевать На воде На Сапе Как по ноге Мишка Софиш Такие вообще Путешественники Несколько ночей Дети спали На улице почти что То в машине То ещё где-то И вот сегодня Насчевали в палатке Наконец-то Не гавкали На весь кемпинг В общем Поплыли мы Обратно Уже По течению Грести Было легче Собаки Даже успели Высохнуть Пока мы плыли Потому что Плыли мы Очень долго Назад Реально Весь день Провели собаки На Сапе Чихуахуа Может А потом Мы собрались И поехали на машине Чтобы посмотреть На вот этот Вот огромный Санаторий Вдруг он вообще Заброшенный Как и Те дома Которые мы видели Помните Заброшенный город Где мы Повстречали Того странного Щенка Кстати За вход За проезд Нас взяли 200 рублей Вот так-то Но зато Там было Очень красиво И оказалось Санаторий Этот рабочий У них там Очень большой Пляж На котором Практически Нет людей Очень мало Людей Очень большое Побережье Вообще Очень круто Но сам Санаторий Конечно Жуткий И реально Кто-то Даже назвал Его Дом Смерти В этом Санатории Даже такие Номера За которые Люди Платят Деньги И что там Реально Советский Союз То есть Такой Возврат В прошлое Там даже Есть какой-то Старинный Лифт В который Ты заходишь И спускаешься На этом Лифте Вниз На пляж Потому что Санаторий Находится На горе Спустились Мы туда На лифте И там Еще Прошли По каким-то Лестницам Хорошая Тренировочка Была Для песиков По таким Лестницам Ходить Они вечно Запутываются В поводках И поводки Вообще Уже Связались В какую-то Косичку В общем Поднялись Мы По этой Лестницей И там Была Типа Какая-то Кафешка Что ли Ну В общем Зато Очень Очень Красивый Вид А вокруг Одни Пенсионеры В санатории Отдыхают Мы там В кафешке Посидели Софи Явно Уже Устала Юмичу Тоже Посмотрите На них Пришлось Водичку Им налить В стаканчик Прямо Человеческий Потому что Я забыла Свою Поилку Точнее Воду Я взяла Поилку Я забыла То есть Не из чего Было Поить Поэтому Собаки Пили Из стакана Ну Я же Мэджик Конечно Ладно Короче Проехали Потом Мы спустились На этот пляж И Юмин Софи Почему-то Решили Что им Можно залезть На человеческий Лежак Там Рядом Сидела Бабуля Которой На самом деле Все это Очень понравилось Она Наблюдала За песиками И умилялась Ну А потом Мы поехали Домой Потому что Ничего интересного Мы там Конечно же Не увидели Кроме того Что там Очень-очень Красиво И пустой пляж И почти нет людей Вот так Прошел Наш очередной День В кемпинге Кто смотрел Наше прошлое Видео Видел Целую Неделю Всю неделю И даже Заброшенный Город-призрак В котором Мы побывали В общем Мы погнали Домой Ждите Новых роликов Ставьте лайк Пишите комментарии Подписывайтесь На канал И на телеграм Будем там Все обсуждать Увидимся Скоро В новых Видео